Мне не нужен телефон. Ну, я хочу. Маня, просто не показывай без фильтра для себя. А у меня это сделай. А у тебя нет этих, ты не загрузила же фильтра. Нет, так ты сделай. Нет, у тебя нет. Нет? Никаких? Нет, мне это показывай просто. Ну, не буду. Здравствуйте, мои дорогие. Вы знаете, я просто хочу вам сказать, что у Машики сейчас вдруг раз телефон совершенно неожиданно сгорел, и все, кто был в эфире, и кто вот видели, ну, сгорел. Она вот стоит, красится, очень переживает. Я даже не знаю, куда ехать в этом пространстве. Да, ей сейчас нужно уезжать, а она даже не знает адрес, куда ехать. Где нет, да. Это вообще кошмар. Куда Маша делась? Телефон сгорел, и она очень переживает и не знает, что ей делать. Она его положила на балкон, остудить немножечко. Главное, у меня это... Зависает. Ну, я ничего не могу сделать. И Маша еще не разрешает. Маша, а что ты не разрешаешь? Ты так хорошо выглядишь, доченька. Нет, так ужасно. Ну, давай. У тебя в телефоне я не хочу. Ой, сколько сердечек. Маш, тогда я выхожу. Если... Это еще поговорить, Маша. Ромагу, но мне надо с собачкой идти гулять. Так, что вы пишете? Почему сгорел? Ну, как его знает? Во-первых, почему именно... Может, он и не сгорел, но там было написано. Какая-то вот... Сос. Сос, да. И перегрел, перегрелся или что-то. Так вообще с телефоном не может быть. Просто у Маши. Сейчас, Волочек, мы сейчас пойдем. Это просто у Маши такой вот телефон. Как настроение? У меня сейчас каникулы пока. Вот я... Один вот дно сегодня я не еду на работу, не еду. А потом... Так, что, плохо вижу на этом фоне. Пойду просмотрю. Ну, иди посмотри. Телефон. На этом фоне хочу посмотреть. Может быть, видно будет на этом. Вот мне что пишут. А, это же на моем фоне. На лице плохо видно. Так, может, новый телефон купить все же. Ну, конечно, это... Телефон однозначно нужен. Вол, все. Конечно, телефон нужен. Маша, ну что, вышла? Очень расстроился за телефоном она. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Да мне что там хранить? Что его сохранять? Я вышла на минуточку. Вол, я не могу тебя поднять. Я тяжеленький. Маша зависла. Она не зависла. Телефон. Там, знаете, какая-то вот антенка такая красненькая выскочила прям посередине экрана. Написано, телефон перегрев. Ой, какие подсолнышки. А давайте. Сейчас я с вами пойду вот в это. Маша, ну что, бесполезно? Маша, ну все, слава богу, заработал. Она вот тут уже и рада, что ты работал. Все. Маша, ну что, тебе нельзя показывать? Как меня это показывает в любом виде, а себя так нет. Вот, привет из Бакуозер. Ой, Баку, привет, я была. Вышла? Я была в Азербайджане. Очень мне понравилось. Очень. Единственное, что мне не понравилось, я там не могла дорогу нигде перейти, потому что там не было светофора, и машины едут прямо одна за одной, вот на таком расстоянии останавливаются друг от друга. Вот тут вот было страшно. И люди так рукой поднимают вверх, мол, пропусти, родной. И пропускаю. Спасибо за цветные сердечки. Я приготовила суп с фрикадельками из индюшечки. Очень вкусный. Машенька вот поела с утра сейчас с удовольствием. Вчера делала холодец, позавчера из индюшечки. Тоже очень хороший, но я его много съела уже. Так, ой. Вологодские, говорит, здесь. Вологодские. Патчи? Сейчас покажу. Приостановлено. Я ничего не сворачивала. Вот такие патчи. Видели? Спасибо. Машенька, мне фото прислали. Спасибо. Мне ждут. Ой, я сама покрасилась. И мне тоже нормально. Чтобы времени отнимать. Под ваш голос прямо только засыпать. Ну, ложитесь. Кто не выспался, ложитесь. Я с удовольствием. Пожалуйста. Да, надо. Оксаночка, Оленька, а вы? Да, ой. Какая я. Вы знаете, вот сейчас сижу дома немножко. И так хорошо, когда уже много бегаешь, чувствуешь, что устаешь. Возраст дает тебя знать, когда вот далеко, куда-то что-то делаешь. Как дела у вас? Хорошо дела. У меня-то хорошо. Ну, не скучно каникулы дома? Абсолютно не скучно. Мне хорошо. Я что-то разбираю, готовлю, там, перебираю. Что сегодня буду готовить. Вы знаете, Маша, у меня же есть баклажаны. Я могу испечь тебе баклажаны. Испечь, Маша. Вот, ой. Такой хороший. Что Маша? Она просто уставшая очень. Ну, мало ли, что у человека бывает. Ой, спасибо, вот кто желает здоровья. Спасибо и счастья. Ну, счастье – это когда у нас все с детьми хорошо. Вот это счастье. Я считаю... Так, что-то у меня плохо видно. Сейчас я протру экран. Почему-то вот так сейчас. Протерла. О, лучше стало. Грязное было. А вы имеете сырники готовить? Да, конечно. Всегда не получаете или не всегда получается? Сырники, знаете, берите творог, кладите туда. Яйцо, сахарочку немножко, две ложки муки. Потом все это мешаете. Делаете колбаску. Режете вот так вот. Каждый кусочек в мучку с одной и с другой стороны. И все шикарно. И на сковородочку. Дубовочка сокровища. Вы знаете, вообще, я думаю, почему действительно зависает. А может быть... Не знаю, почему зависает. У меня тоже бывает. Так, вопросов нет. Я как раз сделала на завтрак. Наташенька, да? Сделала на завтрак. Ну, хорошо. Нет, я сегодня вот Машу суп поела. Я очень рада, что она супчик поела. Какие планы на Новый год? Вы знаете, мы обычно-то семью всегда празднуем Новый год. Но вот мы залезли не в интернет, а посмотрели, какие билеты там на поезд. Вот, получается, чуть ли не... Подожди, а почему 25 тысяч? Ну, я не поняла. Мне сказали, чуть ли не 25 тысяч и билеты выходят. Это очень дорого. Я не знаю, я в маке не обваливаю. Может, поэт Маня у меня... Да! В мучке надо. А потом главное еще хорошо сковородку разогреть. Обязательно сковородочку разогреть, чтобы маслица на ней потом положить не прилипла. Доброе утро, мои хорошие. Анеточка, доброе утро. Конечно, муки обязательно обваливайте. Сегодня день сыновей. С праздником. С праздником. Да. Всех с праздником. Сейчас покажу. Вот я делала... Сейчас. Сейчас я покажу вам. Вот я. А-а-а! Не увидите. Вот какой я сделала. Сейчас я переверну вам и покажу. Вот холодец у меня такой. Смотрите. Какой прозрачненький. Видите? Вот такой холодец у меня. Застыл хорошо. Очень вкусненький, кстати. Ну, чем вкусненький холодец у меня получился. Сейчас я его опять положу в холодильник, чтобы он мне... Я вам ничего не показываю. Там нечего показывать. У меня еще сырчик. Сыр кусочек. Ну, вот супчик. Так, что вам еще спасибо за советы. Ну, нет. Я тоже не обваливаю. Выкладываю ложкой. А, ну, вы знаете... А в Манке. Да, в Манке. Я тоже знаю, что в Манке. Да, с праздником всех сыновей. С праздником. Скажите, а вот сыновей... Нужно сыновей поздравлять с праздником? Или можно поздравлять всех? То есть вот как это? Правильно. Пропустила много. Хочу ваш холодец. Ой, такой он вкусный. Хотя я люблю больше, а творог какой жирности нужно брать. Да, какой хотите. Как сделали холодец, я сделала не из курицы, а из индейки. Вот так. Воды очень мало. Положила туда, кроме индейки, еще и шейку. А шейка, она такая вот жилистая. Ну, не жилистая, а в ней, наверное, что-то есть. И долго-долго варила. Приезжайте в Новороссийске. Я когда-то была в Новороссийске, отъезжала оттуда, на теплоходе каталась. Ой, так здорово было. Ну, да, сына надо поздравить. Праздник для женщин, кто родил сына. Потому что я слышала День Матери, а говорят День Сына. Поэтому я вот, то есть, прям, я не знаю. Мне вчера моя знакомая, очень хорошая Машина, знакомая подружка, сказала, что День Матери. И даже готовил сын, готовил стихотворение. Ну, в общем, не знаю. Сейчас я позвоню, все узнаю. Вообще в интернете все написано. Да по телевидению скажут, что у нас все... Каждый день какой-то ведь праздник, но День Сына это очень здорово. Про Машу вообще нельзя такого слова сказать, вот то, что вы говорите. Ясно? Вот. Мне нравится имя Егор. Егор, очень хорошая Егорушка. Я не кладу желатин. Хотя, может быть, и надо класть. Но я никогда не кладу. Я думала, у меня не застынет. Застыл. Как миленький. Просто там мяса много, а жидкости не очень. Неестественно. Даже, знаете, если бульон какой-то сваришь, он тоже вот, куриный даже бульон сваришь. Если очень густой, он прям стоит аж. Пам, аль, собран паспорт. Видишь, Рома? Ну, где-то видела. Где? В шкафу. За стеклом. Вы знаете, Маша... У Маши вдруг телефон перегрелся. Написано, ваш телефон, что-то СОС перегрелся, и погас экран полностью, и на нем такая маленькая штучка, красненькая, горела. И Маша сразу на балкон выкинула. Ну, вот так. Ну, поздравляю, и сыночка, и вас всех поздравляю. Сколько варить тогда надо, если без желатина? Вы кладите на всякий случай желатин. Вдруг у вас не застынь, не будете про меня говорить. Ничего страшного. Желатин, говорят, надо развести, там же написано. Ну, счастливо, Наташенька, давай. Знаете что, всех обнимаю, целую, и пошла с собакой гулять, а то он у меня тут... Нет, он ничего не сделает. Он будет терпеть хоть до двух часов, но я не хочу, чтобы он... Холодец, вот если холодец, например, варить из говядины, ну, часов пять. Я всегда так часов пять варю к Новому году. Это железно. Да. Ну, пять часов железно варю. Причем я кладу туда обязательно говяжью. Я люблю-то, знаете, какое вот из... Не мясо, чтобы было в холодце, а вот эти вот жилочки всякие такие. Такие вкусные-вкусные. Все, я вас всех обнимаю. Спасибо, что вышли ко мне. Всем хорошего сегодня дня. Всех поздравляю с днем сыновей, с днем матери, если на всякий случай. Нет, с днем матери, маму и маму все. Ну, с днем сыновей. Пока всем. Маш, я не хочу сохранять его, а? Почему? Сохрани. Да? А с чего это? А как завершить? Ну, я не хочу сохранять его, а я не хочу сохранять его. Пока.